Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим актуальную тему шарики для стирки, виды и их особенности. На сегодняшний день существует достаточно много интересных решений по улучшению качества стирки, помогающих уменьшить либо полностью исключить использование средств для стирки белья. Это и другие материалы вы можете подробно изучить и рассмотреть на нашем сайте bazla.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, среди множества интересных решений по улучшению качества стирки, достойное место занимают многоразовые шарики для стирки белья, о которых и пойдет сегодня речь. Шарики для стирки белья работают по принципу механического воздействия на перемещающиеся в барабане белье, что позволяет значительно уменьшить расход средств для стирки, либо вовсе отказаться от них. Итак, какие же бывают разновидности шариков для стирки? Общее у всех видов шариков отсутствие жесткой оболочки. Они выполнены из мягкого пластика, либо резины, чтобы не повредить стиральную машину. Подходят шарики для стирки практически любых материалов. Однако для стирки пуховиков, плотной одежды, постельного белья чаще рекомендуют шарики-ежики. Для деликатных тонких тканей гладкие шарики, а для шерстяных вещей и в расистой ткани шарики с петельками. Турмалиновые и магнитные шарики подходят для всех типов белья. По принципу своего действия шарики для стирки белья можно разделить на следующие группы. Шарики для стирки и сушки белья. Это шарики-ежики, напоминающие игрушки для домашних животных или ребристые, похожие на массажные. Магнитные шарики. Турмалиновые шарики с внутренним содержанием. Шарики для сбора катышков. По принципу стирки шарики можно разделить на шарики, подходящие для ручной и машинной стирки. Турмалиновые шарики и магнитные шарики. При ручной стирке белье следует замочить шариками примерно на один час, а затем приступить к его стирке. Шарики, подходящие для машинной стирки. Это все шарики, которые непосредственно имеются в продаже, они подходят для машинной стирки. Несмотря на разнообразие шаров, есть несколько общих рекомендаций, как ими пользоваться при машинной стирке. Шарики следует поместить непосредственно в барабан стиральной машины вместе с бельем. При выборе программы стирки помните, что нельзя выбирать температурный режим выше 60 градусов. Во время полоскания и отжима не нужно извлекать шарики из барабана, однако сразу после стирки их стоит достать и просушить. Это значительно увеличит срок эксплуатации. А теперь давайте рассмотрим самые популярные виды шариков поподробнее. Итак, шарики для стирки и сушки белья. Или шарики-ежики, шипованные шарики, пупырычатые шары. Шарики для стирки и сушки белья – это пластиковые мячи с пупырышками или шипами, а также резиновыми иголками, предназначенными для повышения качества стирки и сушки белья. Конструкция этих шаров достаточно проста, они не содержат никаких сложных дополнений. Внешне они похожи на массажные мячики или мячики для животных. Продаются такие шары практически в любом хозяйственном отделе, обычно по две штуки в упаковке. Их невысокая стоимость однозначно вас порадует. Принцип действия. В барабан стиральной машины вместе с бельем помещают не менее двух мячиков-ежиков, которые во время стирки поднимают и разделяют вещи, давая возможность воздуху свободно циркулировать между ними. Шарики ударяются о вещи, производя дополнительное механическое воздействие на белье, чем улучшается качество самой стирки. Эффективнее удаляются остатки моющих средств. Во время полоскания ускоряется сушка благодаря циркуляции воздуха. При стирке пуховика шипы дают эффект пальцев рук при расправлении комков пуха, а их точечные удары лучше распушают пух и перья. Шипы округлые, поэтому они не повторяют одежду и не повредят ее, а в том числе и барабан. Основные характеристики. При стирке нужно использовать несколько шариков, только в этом случае вы сможете увидеть преимущество стирки перед другими средствами. Хотя по поводу качества стирки с такими шариками мнения хозяев расходятся. Многие не увидели положительного результата при стирке одежды и постельного белья с ними. Однако при стирке верхней одежды, в частности пуховиков и шестерных изделий, такие шары хорошо себя зарекомендовали. Стоит также отметить, что для стирки деликатных вещей шарики-ежики лучше не использовать. Шарики удаляющие катышки. Шарики удаляющие катышки из одежды – это мячики, предназначенные для мягкого вычесывания катышков с одежды во время стирки. Изготовлены такие шары для стирки из полипропилена, сверху покрыты маленькими петельками. Принцип действия. Петельки на поверхности шаров расчесывают шерсть во время стирки и очищают от мелких форсинок, благодаря чему не образуются катышки. Также шарики собирают на свою поверхность мелкий мусор, который скапливается на вещах, ниточки и шерсть животных, тем самым защищая фильтр сливного насоса до засорения. В результате шерстные вещи станут более пушистыми. Основные характеристики. Используя качественные шарики, можно исключить возникновение катышек во время стирки на шерстных вещах, удалить с белья мелкий мусор и шерсть домашних животных. Шарики против катышек способствуют уменьшению затрат воды и электроэнергии, уменьшению риска загрязнения стиральной машины мелким мусором. Однако шарики удаляющие катышки не способны очистить одежду от уже имеющихся катышек. Они подходят только для профилактики их образования. Следующий вид шаров – это магнитные шары. Шары с магнитным элементом. Магнитные шары для стирки – это шары, состоящие из резиновой оболочки с магнитным сердечником в центре. Продажи можно найти на выбор набора от 6 до 12 штук в упаковке. Принцип действия. В барабан стиральной машины вместе с бельем закладывают 6-12 шаров и немного средств для стирки. При полной загрузке барабана необходимо 12 штук. При деликатной стирке достаточно 6, а при стирке из шерстных изделий всего 4. Магнитные шары для стирки прокручиваясь в барабане, механически выбивают грязь из белья. К тому же в мягкой воде грязь легче остается от белья. Резиновое покрытие шаров делает их безопасным для барабана машины и в то же время срабатывает как амортизатор при ударах шарика поверхность барабана. А магниты внутри шара размагничивают воду, смягчая ее. В результате можно значительно сэкономить порошок для стирки и полностью отказаться от кондиционера. Основные характеристики таких шаров. Магнитные шарики, судя по отзывам, благодаря механическому воздействию могут выбить даже застарелую грязь и делают белье гораздо мягче. Хотя можно встретить немало отзывов о том, что никакого положительного эффекта при стирке пуховиков хозяйки не наблюдают. Но лучший эффект при стирке из шерстных изделий достигается при использовании вместе с магнитными шариками шариков для удаления катышков. Происходит экономия порошка и кондиционера. Порошка можно использовать в два раза меньше, а от кондиционера и вовсе отказаться. Долговечность магнитных шаров. Срок службы этих шариков практически не ограничен. Их можно использовать на протяжении нескольких десятков лет. Благодаря магнитным шарам можно сэкономить на электричестве и в воде, установив более низкую температуру и отказавшись от дополнительного полоскания. Они сильно шумят. Во время стирки шарики достаточно громко стучают. Это, пожалуй, их самый большой недостаток. Не препятствует образованию накипи на тене, вопреки заявлениям производителей. Магнитные шарики не настолько смещают воду, чтобы на элементах стиральной машины не образовывалась накипь. Турмалиновые шарики для стирки белья. Шарики с минералами. Турмалиновые шары – это шары для стирки белья, напоминающие круглую погремушку с маленькими цветными бело-красно-серыми или бело-серо-коричневыми керамическими шариками, внутри которые состоят из более 80 видов минеральных веществ, в том числе минералы турмалина, кварцевого и надо-серебристого порошка. Внешний слой шарика – это каучук. Разбирать большой шар нельзя. Эти волшебные шарики продаются в комплекте по 2 штуки и отличаются довольно высокой стоимостью. Принцип действия. При стирке два шарика нужно поместить вместе с бельем в барабан стиральной машины. При ручной стирке необходимо замочить их с бельем примерно на 1 час. Маленькие керамические шарики внутри основного шара обеспечивают эффективную экологическую чистую стирку белья, улучшают качество воды, повышают уровень pH, убивают микробы и даже плесень. Турмалин обладает способностью электризоваться при механическом воздействии или нагревании. Это свойство приводит к получению кислой и щелочной среды внутри барабана. Уровень pH в воде приближается к значениям присущим щелочам – стиральному порошку, что позволяет полностью исключить средства для стирки. Выделяющиеся в воду отрицательно заряженные ионы проникают глубоко в камни и эффективно удаляют грязь. А кислая вода выступает в роли кондиционера, и в результате белье становится мягким, эластичным и без запахов, но при этом не теряет цвета и качества. В результате с вещей смывается солевая пленка, а частички грязи отделяются от волокон ткани и собираются в виде пены на поверхности воды. Основные характеристики таких шаров. Основные особенности эксплуатации турмалиновых шариков. Перед первым использованием турмалиновых шариков нужно зарядить на солнце. При стирке вещей с турмалиновыми шариками, порошка или другого средства для стирки использовать не нужно. Стирать следует при температуре не выше 50 градусов по Цельсию. После каждой стирки мячи нужно просушивать. Дополнительное полоскание при стирке с такими шариками не требуется. Шарики с минералами не вызывают аллергической реакции. Именно поэтому их рекомендуют использовать при стирке детского нательного и постельного белья, а также людям с склонным к аллергии на порошок. Хотя турмалиновые шарики подходят для любых видов белья. Производители заявляют, что турмалиновые шарики для стирки белья служат более 3 лет. Однако довольно часто можно встретить отзывы, что шары с минералами теряют свои свойства уже после 1-2 лет эксплуатации. Также, несмотря на то, что при стирке с данными шарами не нужно использовать никаких моющих средств, можно встретить немало отзывов о том, что при стирке белых вещей или нижнего белья все же стоит добавлять немного средства для стирки. Отметим, при выборе турмалиновых шариков будьте внимательны, чтобы не привести поддельные, не обладающие положительными свойствами. Настоящие высококачественные шары производятся в Южной Корее и отличаются высокой стоимостью. Можно встретить и дешевые варианты стоимостью около 5 долларов США в эквиваленте, но это будут однозначно не оригинальные турмалиновые шарики, производство которых обходится достаточно дорого. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему шарики для стирки вида и их особенностей. Этот и другой материал более подробно вы можете изучить и ознакомиться на нашем сайте bazlat.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или на наш сайт bazlat.ru. Мы обязательно рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи.